Истец Отказ департамента жилищной политики О перепланировке нашей квартиры коммунальной В которой мы живем с Илюхиным Я хочу, чтобы квартира разделилась на две части И у меня была отдельная часть И у Илюхина Жизни совершенно никакой нет Так, подождите, подождите, подождите Мария Владимировна, что есть квартира? Да, есть квартира Вы являетесь сособственниками? Да, получилось так Мы работали на одном предприятии Поженились с Виктором Да, это ваш бывший супруг То есть Виктор Иванович, ваш бывший супруг Да, да У нас свидетельство о расторжении брака есть Три года назад мы расстались Квартира потом перешла в муниципальную собственность После того, как предприятие развалилось И мы приватизировали ее очень удачно Две комнаты 12 и 18 квадратных метров у меня и дочери А две комнаты 12 и 18 метров Все по справедливости у Виктора осталось И получилась квартира коммунальная Вот, без перегородок То есть общая наша коммунальная квартира Но два года назад Виктор привел какую-то бабу Стал с какой-то бабой жить Пусть живет, наплевать Но я встретила мужчину Хороший, замечательный мужчина Мы решили с ним создать семью Это сейчас мой гражданский муж Мы по-прежнему живем на своей половине Но дело в следующем произошло Виктор стал препятствовать нашему браку Он постоянно, как только я привела мужчину Нового гражданского мужа Стал до меня дамагиваться Люблю и не могу Верни наши отношения Брак был счастливым Расстались по ошибке Потому что я пьяница А он пьяница случайно трезвый пришел Ну что это вы расшите, а, мальчик? Виктор Иванович Это ладно, ничего Я бы и наплевала на это Ну мало ли, болтает мужчина и болтает Так он до чего дошел? Видит, что его скулеж на меня не действует Он стал заходить к нам в комнаты с мужем Есть из нашего холодильника Стал брать одежду моего мужа чистую Вы представляете? Хорошо он женскую берет, мужскую одежду Надевает ее Вот, потом Грязную одежду мне в корзинку для белья Подкидывает Добьется Спит на паласе Прихожу домой на паласе у коврика Что ты сочиняешь? Что на паласе? Когда ты меня так хоть раз Виктор Иванович Это ладно Я предоставлю вам возможность Мне свою версию событий расскажете Ваша честь Мы ключиком закрыли двери Все, замки поставили с мужем Вроде, ну, как-то смирились Так он понял, что этот метод тоже не проходит Он изощрился, ухитрился Стал чаще бухать для смелости И стал буянить Вот, от соседей куча жалоб Вот, жалобы от соседей Штук десять точно Полиция Пять протоколов вызывали Мы полицию вызывали соседей Потому что он буянин Хватается за нож И все боятся за свою жизнь То есть был привлечен, да, к ответственности? Да, он был привлечен пять раз точно Ну, она просто сочиняет Я не сочиняю Вот у меня документы, в вашу честь Давайте документы Право собственности Давайте протоколы, жалобы Маш, ты хоть подумай А что ты говоришь, какой нож? Зачем ты очень молчишь? Хорошо Ты случайно трезвый пришел Я так понимаю Я так понимаю Все эти обстоятельства Сделали вашу жизнь невыносимой Ваша жизнь невыносимая до ужаса И как вы хотели переоборудовать квартиру? Какую перепланировку вы там хотели произвести? Да, ваша честь Перегородку поставить Все очень просто Где? В квартире Квартира у нас имеет два выхода Вот на плане есть Вот два выхода Так, я так понимаю Вы мне тут заключение Межведомственной комиссии Перепланировки квартиры Вы обращались Вам сделали проект Да, на уровне района Проект согласовали Все прекрасно разделяется Два отдельных выхода Две квартиры получаются Из одной коммунальной Замечательно Две двухкомнатные Вот Перегородку поставить несложно Застопорилось все На уровне города То есть Комнаты, я так понимаю Остаются за вами В их помещении Общего пользования Хотели? Да, ваша честь Поставит плитку Готовить сможет А коридор Коридор с кухней Переходит нам За счет коридора Мы туалет с ванной Маленький оборудуем С мужем Ничего Ничего По метражу Все ровно-ровно Выход черновой Откроем И все будет замечательно Две отдельные квартиры Просто перегородочка Но на уровне города Вот этот вот чиновник Он запретил Дал отказ В перепланировке Говорит Не дам и все Почему? По какой причине? Районная комиссия Дала добро Давайте послушаем Как раз представителя Городской администрации На каком основании Отказали Тут причина какая То есть Мы В принципе Можем дать Это разрешение На перепланировку Но при условии Что С этой перепланировкой Будут согласны Все Собственники Данной же площади Но Илюхину Можно и не спрашивать Что значит Спрашивать Нет значит Он такой же Вот третье лицо Господин Илюхин Такой же собственник квартиры У нас собственно Есть от него заявление В котором написано Что он категорически против Данной перепланировки Вот То есть Несмотря на то Угодно устроился Вот Несмотря на решение вопроса Вы его вызывали Он вам написал письменное заявление О том что против Передайте пожалуйста Через пристава суду Вот А все их конфликты В принципе Это вопросы Это нормальное заявление Составленное По всем законам Да вы же мне говорили Что можно прецедент создать В исключительном случае У нас такая ситуация То есть он теоретически возможен Но если мы Вам Но остальных Другая ситуация У нас вообще Невыносимая жизнь У нас такая Гритическая ситуация Криминал будет Как Вы понимаете Что разбирать эти ситуации Это не наш вопрос То есть Будет документ Разрешение всех собственников Согласия Будет Дано разрешение А это ваша честь Ваша позиция понятна Виктор Иванович Вот давайте Как раз Почему вы против Очень просто Это разрешение Я тебе никогда не дам Во-первых Ваша честь На это у меня нет Ни времени Ни желания Ни денег Где ты деньги возьмешь Спокойно Машечка Ты уже все сказала Мария Владимировна А вы эту перепланировку За чей счет Хотите произвести Ну мы стену-то Сами поставим Плиту даже ему купим Ничего страшного Ваша честь Я больше чем уверен Ему денег вообще не надо будет Платить Маша тут наговорила Это все с подачи Ее вот этого Кирилла Вот этот амбал Это муж мой Ты прекрасно знаешь Муж твой я Так Мария Владимировна Давайте сейчас послушаем Вашу бывшую супругу А потом решим То есть да Были времена тяжелые Ваша честь То есть мы с Машей Развелись Три года назад Ну я считаю Там не только моя вина Но ее вина тоже есть Да нету моей вины Мы сейчас рассматриваем Необстоятельства Вашего развода Ваша честь Надо это рассказать Чтобы составить полную картину Да мы разошлись Но я недавно Буквально Маша ты это помнишь Мы с тобой на кухне Пили чай Сказал Давай мы создадим Назад создадим семью Она была не против Просто ее Кирилл Подожди То есть Кирилл уехал На некоторое время То есть она была Ну не подконтрольной Я больше чем уверен Вот все что ты вот сейчас говоришь Это все идет от Кирилла Это мы не мои Я мне не боюсь Ты его просто боишься И вот эту перепланировку Я в вашей честь Я просто боюсь даже за нее Я боюсь за мою дочь То есть у нас есть общая дочь Это мы за дочь Подожди Ты за нож хватаешься Я за нож Конечно если вот эта громила На меня идет с топором Куда я могу деваться Да ладно Что ты ввешь Вот и все эти вот приводы То есть это просто С подачи вот этого Как его там Вот этого маргинала Вот этого вот личности Который кстати был судим Маргинал да ты спил-то совсем Он кстати был судим Я говорю Я уже год не пью И ты прекрасно знаешь Ну может быть он и был судим Так и вы теперь Привлечены к ответственности И что Опять же то есть Это я считаю Это в целях самообороны То есть опять за счастье Да нет За хулиганство За хулиганство были привлечены Это в вашу честь Может быть да Все документы зафиксированы Судья правильно говорит Не надо тут овечкой прикидывать Нет Виктор Иванович И почему вы за нее решаете С кем ей проживать И кого вы гоните Она также решает за меня То есть почему я должен Вот эту перегородку поставить С кем мне жить С кем мне То есть я еще говорю Я хочу создать Вы перегородку С личной жизнью Не путайте пожалуйста Не просто Ваша честь То есть если они поставят Эту перегородку Там неизвестно Что будет происходить То есть так я могу Что-то А вам надо быть в курсе Что там происходит Конечно Это моя жена Ну так Это ваша бывшая жена И там живет И с ними Моя дочь Лезет в чужую жизнь Что значит Я не буду знать Что там будет происходить Потому что еще раз То есть я уверен Что этот Кирилл То есть он должен Покинуть эту желтую очередь Илюхи Да кушать тебе хочется Из моего борща Из моего холодильника Отить чистую одежду Да ладно Один ты живешь Мария Владимировна Вот даже если Не понятно Откуда он вообще взялся Установить эту перегородку Вы понимаете Что вы все равно Не решите ту проблему Вот которая сейчас создается Ваша честь Ну легче будет Хотя бы он за стеной будет Ему же обойти Надо будет в отдельный вход Зайти Мы двери закроем А так он сразу Поверьте мне Исходя из своей практики Вы потом все равно Будете вызывать полицию Он вам дырки там Начнет где-нибудь сверлить Или еще что-то придумает Но поверьте Вы не решите этим Свою семейную проблему Если вы хотите Создать новую семью Послушайте Вам надо другим способом Кардинальным Менять вот эту ситуацию Ваша честь Так разъехаться Нет финансовой возможности Ну две комнаты Продать Купить себе Отдельную Однокомнатную квартиру Я вам серьезно говорю Рассмотрите другие варианты Это не решит Ваша перегородка Не решит Ваши проблемы Он вам все равно Жизни не даст Есть еще что-то У сторон добавить Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела Заслушав объяснение сторон Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения Настоящего спора Решил Административный иск Об отмене решения Которым истица Была отказана В согласовании Перепланировки Жилого помещения Оставить без удовлетворения Суд не отменяет Обжалуемое решение Поскольку оно Соответствует закону В соответствии С частью второй Статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации Перепланировка Жилого помещения Осуществляется С согласия Всех собственников Квартиры Также положениями Статьи 253 Гражданского кодекса Российской Федерации Установлено Что владение Пользование И распоряжение Совместной собственностью Осуществляется По согласованию Всех собственников В данном случае Истицы на праве Собственности Принадлежат Две комнаты В коммунальной квартире Другие две комнаты Находятся в собственности У третьего лица То есть бывшего супруга Места общего пользования, коридор, кухня, ванная, туалет находятся в их совместной собственности. Третье лицо возражает против перепланировки квартиры, собственником которой он является. При таких обстоятельствах то решение, которое вынесла администрация об отказе вам в разрешении этой перепланировки полностью основано на законе, поскольку не может администрация сделать по-другому в отсутствии согласия со собственником этой квартиры. И, Сец, чтобы, если вы хотите действительно создать новую семью, решайте этот вопрос кардинально. То есть, ну, не даст вам ответчик там жить. Не даст. Ищите какие-то другие способы решения этой проблемы. Перегородка вам честно не поможет. Решение суда понятна страна? Да. Дело закрыто. Так точно. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Ситуация критическая. Я буду жаловаться дальше, обращаться во все инстанции. Отношения с Виктором восстанавливать точно не буду. Ну, будет обоюдное согласие у них, будет решение, собственно, другое. А так все, собственно, по закону, по законодательству Российской Федерации. Все сделано. А их конфликты семейные, это уже не в наш департамент. Вот. А я доволен, как сегодня все прошло. Я считаю, что Маша одумается, успокоится. И нам удастся создать, посоздать свою семью.